В Твери наградили медалями имени Бакунина и почетными грамотами медсестер, которые не одни сутки провели в красной зоне инфекционных госпиталей Тверской области, оказывая помощь пациентам больным коронавирусной инфекцией. Встреча прошла в формате конференции. Впервые за долгое время медицинские работники получили возможность пообщаться не по видеосвязи, а лично. И обменяться опытом с коллегами из северной столицы. Репортаж нашего корреспондента. Если пересчитать рабочие часы в ДНИ, то средний медицинский персонал проводил в красной зоне, где проходит лечение пациента с COVID-19 не один месяц. На плечи медицинских сестер пандемия сложила огромное количество непростых задач. Валентина Медынская отмечает, что минувший год научил весь медперсонал работать как один слаженный механизм. В нашей профессии нет роли среднего медицинского работника, либо же там высшего звена, либо низшего. Мы должны работать все в команде. Если команды не будет, не будет работы. Поэтому врач, медсестра и санитарка – это одно целое. Если нет медсестры, значит, работа встает в среднем звене. Если нет санитарки, значит, у нас нет обслуживания на должном уровне пациентов, которые не могут себя обслуживать. Ну а врач, само собой разумеющийся, это человек, который руководит. Медикам приходилось осваивать новые практические навыки и теоретические знания. Тогда, год назад, была неизвестность, которая пугала всех. Однако время и упорная работа расставили все на свои места. Мы успешно справились с этой ситуацией. Наши сотрудники были полностью обеспечены СИЗами. Ну и, конечно, это кадровая политика была. Надо было набрать людей, которые вначале был страх, вначале была растерянность. А сейчас, вы понимаете, мы даже люди идут и работают. И даже иногда не можем оттуда забрать людей, чтобы организовать здесь лечебный процесс. Труд среднего медицинского персонала неоценим и в период пандемии, и в мирное время. Медалями Бакуниной были награждены 12 медицинских сестер из Тверской области. Еще несколько получили почетные грамоты. Поводом для встречи медиков стала конференция по проведению инфузионной терапии. Ведь такая профессия предполагает не только смелость, но и беспрерывное пополнение теоретических знаний и усовершенствование профессиональных навыков.